Как необычным способом показать индивидуальность человека? Ответ на этот вопрос знает Олег Яхнин. Художник из Петербурга изобрел новый жанр изобразительного искусства – шарпот. Сейчас он рассказывает о нем всему миру. Объезжает разные города и страны, проводит мастер-классы. Такой урок провел и в Кирове. В число учащихся попала Елизавета Халикова. Немного от карикатуры, немного от портретной живописи. В итоге изображения почти похожи на оригиналов, но не совсем. В своих работах Олег Яхнин еще больше, чем в портретах, подчеркивает индивидуальность. Этой технике даже название придумал – шарпот. Аббревиатура от слов «шарж» и «портрет». Сложность рисовать. Во-первых, ответственность надо, чтобы рисовать не просто так. Когда рисунок такой делаешь, приходится рисовать, чтобы похож был человек. Это не так просто вообще-то. А вообще и мобилизоваться надо, и как-то сосредоточиться. Все это, так сказать, целый комплекс таких вещей, потому что, чтобы не разочаровать народ. Любителей живописи заслуженный художник учит новые техники не только в России. Его последователи живут, например, в Китае и в Киргизии. На мастер-классе в Кирове пришедшие были не только художниками, но и моделями. Евгения Дудина обычно сама отображает на холсте черты людей. Сегодня, позируя, терпеливо замерла перед мастером. Интересно, как сказать, с двух сторон. И ты в качестве себя модели чувствуешь, когда тебя неоднократно рисуют, в общем-то. И сам понимаешь, что это значит, что это за процесс, и как создается то или иное произведение. Очень важно сидеть, в общем-то, сконцентрировавшись, не вертеться. А художник уже сделает свое дело как профессионал. На создание такого портрета уходит всего пять минут. За это время художник должен почувствовать эмоции человека и увидеть характерные черты его лица, и передать их бумаге. Шарпот не единственная техника, которой профессионально владеет художник. Сейчас в музее работает выставка петербургской графики, на которой можно увидеть работы и Олега Яхнина. Елизавета Халикова, Александра Ледова, Бюро новостей Давича.